Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня в видео такая беседа по скайпу у нас. Тема такая. Многие из вас, моих постоянных зрителей, уже приобретали разные поколения бутылок, вот эти персональные генераторы водорода и свободных электронов. Были когда-то Хеллоби, Пайна до этого, Аквапен, теперь уже Неопен и прочие. И вот я сейчас хотел бы передать слово моей старой знакомой и партнёрше по именно поставкам в Россию и продажам корейских различных изделий, в том числе вот этих бутылочек для генерации водородной воды и не только. И вот речь пойдёт у нас сейчас о сравнительных характеристиках и, как бы это сказать, разумности, можно так сказать, приобретения, у кого есть возможности, желания будут, не персональные генераторы водорода, вот эти вот персональные бутылочки, то есть генерации водорода и свободных электронов, а проточных систем. У них есть свои плюсы определённые, вот об этом мы сегодня поговорим. Конечно, минусы есть, они дороже гораздо, но у кого есть возможности и будет желание, вот, собственно, об этом мы поговорим. То есть все за и против. Ну что ж, Наталья, добрый день. Добрый день. Да, вы тогда расскажите, действительно, вот возникает вопрос, то есть когда мы с вами вот решили запись эту сделать, ну, что называется, за кадром поговорили, а есть ли смысл, то есть и какой. Не будут ли люди это воспринимать, как, знаете, такую назойливую рекламу, для того, чтобы лишь бы продать, хотя, с другой стороны, мало кто это всё равно купит, из-за того, что всё-таки это дорого, относительно тех же бутылочек генераторов водорода, и поэтому это здесь беспочвенно, только для тех, кто вот огульно любит во всём обвинять, лишь же там вот рекламы, у них как красные глаза кровью наливаются, как у быка на красную тряпку. Это вот одна категория, ну, про таких неадекватных людей мы говорить не будем. А вот нормальные здравомыслящие люди зададут вопрос, а зачем? Вот, и вот давайте вот расскажите тогда смысл какой. Да, спасибо. На самом деле ни в коем случае ничего не навязываем, да, мы только даём информацию, потому что мы уже занимаемся водой больше восьми лет, и есть определённый опыт, да, есть результаты исследований, есть наблюдения, вот, поэтому просто хочу поделиться, а уже, ну, каждый принимает решение сам. Вот, очень ценно то, что люди приобретают вот эти водородные бутылочки, пьют водородную воду, потому что это само по себе, она очень полезна для здоровья, да, и когда человек уже, как бы, даёт, ну, понимает ценность воды, это очень здорово, вот. Но есть водородные приборы, да, а есть вот эти стационарные проточные приборы. В чём ценность проточных приборов, системы ионизации воды? В них, так же, как и в водородных бутылочках, очень высокая концентрация молекулярного водорода. Это свойство сохраняется, да, до 1500 ппм единиц, вот. Также они работают, у них отрицательный заряд, да, минус 350 милливольт, так же, как в этих бутылочках. Данная вода, она работает как очень сильный антиоксидант, она насыщает энергией организм, да, как наша кровь имеет отрицательный заряд, так же это вода, вот. Но в ней дополнительно, в этом приборе, есть и 8 режимов уровня щёлочности, вот. И чем это ценно? То есть, в принципе, наши заболевания, да, преждевременное старение организма происходит именно из-за закисления. То, что мы сейчас кушаем, пьём, каким воздухом дышим, к сожалению, всё это очень сильно нас закисляет, и это приводит к преждевременному старению и к заболеваниям, вот. Вот, поэтому было выявлено, да, что употребление щелочной воды, оно очень сильно компенсирует, балансирует вот это вредоносное воздействие окружающей среды, да, вот, и, как бы, ну, помогает поддерживать организму кислотно-щелочной баланс. Это первый момент. И там есть несколько режимов уровня щёлочности. Можно пить воду для ежедневного питья, есть режим детской воды, есть для приготовления пищи, есть в случае, если слегка человек заболевает, как для профилактики, сильная щелочная вода, вот. Есть уровни кислотности воды. Это, как бы, вода, которую можно применять снаружи, потому что снаружи мы кислотная, и это очень полезно для нашей кожи, для волос. То есть, есть ли какие-то высыпания, что-то, то есть, для наружного применения кислотные режимы воды. Вот. Далее эта вода проходит через двухуровневую систему очистки. То есть, она попадает к нам уже очень чистой, вот. Она обогащена минералами, да, то, что она щелочная, она обогащена ценнейшими минералами кальций, калий, магний, натрий. Вот. Это всё, это наши волосы, ногти, зубы, то есть, наше здоровье. Вот. То есть, ну вот, и главное свойство, водородную бутылочку мы можем, как бы, ограниченное количество воды приготовить, да, за определённое время. А стационарный прибор, он позволяет делать большое количество воды для всей семьи. То есть, в неограниченном количестве вы имеете источник воды дома. Это очень удобно, особенно при сегодняшних скоростях. Вот. Это очень удобное решение. Плюс большой скорость. То есть, скорость, действительно, да, потому что ты нажал, в реальном времени вода течёт уже с заданными физико-химическими свойствами. Это очень удобно, потому что всё-таки бутылочки надо ждать, а если членов семьи много, и представьте, сколько раз в день, опять-таки ждёшь по 6 минут, или большой режим, там, чуть дольше, а тут нажал кнопку, и потекло секунда, и всё, так сказать. Да, для кого-то, у кого особенно, ну, понятно, финансовые возможности позволяют это, безусловно, а, значит, эти люди более загруженные по времени, это вот выход. Да, вот один момент. Дело в том, насчёт щелочных минералов, вот, кальций, магний и так далее. Дело в том, что вода, вообще, обогащённая минералами, вот та же самая минеральная вода, да, она вредна. То есть, да, позитивные изменения, когда люди на минводы едут, пьют, эту воду у них есть, но это не означает, что это не вредно, потому что они все текущие, в нынешней ситуации, быстро текущие, получают преимущество, плюс определённый, они раньше просто воду не пили, кофе, кисель, компот, впервые в жизни они начали действительно пить воду. Но в дальнейшем, в долгосрочной перспективе, это проблема, потому что минералы усваиваются в организмах человека, как и любых животных, только в хилатной, органической, водорастворимой форме, а вот если что-то дозируется, то, как правило, и, скорее всего, это минералы в неорганической форме, ну, те же самые, по сути, как в минеральной воде. И тогда это проблема как раз. Вот ведь наверняка картриджи, те, которые стоят в этом приборе, тоже ведь это же минералы в неорганической форме. Там не через картриджи минералы, получается, они как бы исходные минералы, которые есть в воде, то есть, ну, только их мы употребляем, просто они концентрируются, вода делится на два потока, и в щелочной поток идёт вся концентрация минералов, которые исходные были в воде. Вот, через фильтр ничего дополнительно не добавляется. Фильтры только очищают, вот, мембранный, угольный, то есть, они именно функцию очистки берут. Ну, понятно, от вредных, там, отравляющих веществ, типа хлора и прочего, да. Скажите, а, допустим, если люди приобретают, живут в регионе, где вода из-под крана течёт мягко, и, например, Ленинград, там и так далее, там почти нулевая жёсткость, ну, там 2-2 единицы общей жёсткости или 1, то тогда, соответственно, как, насколько будет работать эта щелочная вода? Ведь для заряда нужно зацепиться за что-то, и, соответственно, минералов-то нет. Мы очень много приборов ставили в Петербурге, да, так как у нас офис в Петербурге, вот, очень прекрасно работает вода щелочная. Это если там стоит система, допустим, ну, очистки, обратный осмос, да, который полностью убирает все минералы тогда, прибор не работает. Вот, а на питерской воде, да, она более мягкая, это правда, но хорошо, отлично всё работает, то есть, ну, как бы, так же защелачивает воду. Понятно, ну, значит, 2 градусов солей жёсткости общей достаточно, чтобы функции выполнял, то есть, он прибор отсеивает, я так понял, то есть, поток, часть делит воду, да, ну, и, соответственно, вот, минералы используют то количество нужное, которое есть в воде. И это можно регулировать, да, всегда человек может выбирать тот режим, он может выбирать 6,9 pH режим, слабой щелочной воды, и пить, то есть, ну, как бы, регулировать это. Какие-то есть ещё преимущества? Пока я вижу только одно преимущество такое глобальное, это быстрота скорость. Ну, хорошо, действительно, согласен. Второе, это возможность не только получить водородную воду и отрицательную ВП, да, там, то есть, свободные электроны получить, так сказать, подпитку энергии, борьбу с свободными радикалами, но ещё и щелочную воду, потому что многие люди наслышаны, вот, живая и мёртвая вода, ну, как раз имеется в виду щелочная и кислотная. Потому что, действительно, у нас среды организма закислены многие из-за неправильного питания и образа жизни, а все среды у нас как константы, как нормы реакции, да, то есть, это предел, в которых может существовать данный признак. Все, кроме нескольких сред желудок, где, действительно, кислота, нужна кожа, правильно, как защитная реакция кислая среда, ещё нескольких в организме, все остальные, кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, ликвор головного мозга, межклеточная жидкость, всё остальное, всё щелочное. И даже, вот, тем более, 12-перстной кишки, общий желчный проток, там, 8,6 pH, вообще сверхщелочная. Всё правильно. Это, действительно, беда, и для многих это нужно. Ну, кто-то решает этот вопрос приёмом соды, да, небольшим количеством, так сказать, это тоже выход. Ну, и вообще, по большому счёту, просто правильным питанием, где должна преобладать зелень и вообще овощи, то есть, те продукты, которые вызывают щелочную реакцию среду. То есть, в принципе, это тоже вопрос решаемый, ну, для тех людей, кто меняет питание и понимает, что это нужно. Там, понятно, что есть те, кто никогда не изменит, им всё равно. Да, тогда это вариант. Ну, и сода тоже вариант. Ладно. Теперь, тогда, это вот два преимущества. Есть ли ещё какие-то, вот, для чего людям, имеющим, например, стаканы с водой, стоит приобретать вот такие проточные системы? Да, всё верно. Также эта вода, она ещё структурированная, да, очень важное свойство. Что это значит? Её, ну, молекулы очень маленькой структуры, то есть, она у группы молекул по 3-4 молекулы. Такая вода очень легко проникает в клетку. Её проникающая способность гораздо выше, чем обычной воды. Вот, соответственно, она очень хорошо привносит все питательные вещества в клетку, промывает её, выводит все токсины, шлаки. То есть, идёт очень эффективный процесс очищения организма. И мы это наблюдаем, когда человек начинает пить эту воду, ему надо соблюдать градиент, да, пить сначала слабо-щелочное, потихоньку увеличивать, для того, чтобы процесс очищения организма шёл очень, ну, последовательно, спокойно, вот. И эта вода очень хорошо усваивается. Она не оставляет никаких отёков, она не задерживается в организме, ну, она максимально усваивается. И так как она идентична по свойствам нашим жидкостям в теле, да, как вы уже сказали, кровь, лимфа, слабо-щелочные, то есть, это, ну, имеет отрезательный заряд, то есть, она максимально подходит нашему телу, то есть, она как бы как родная, да, и организму не требуется задействовать свои ресурсы для того, чтобы её усвоить. Если мы пьём воду кислую, да, или воду с зарядом плюс, организм тратит колоссальное количество своих ресурсов, чтобы её адаптировать к телу и усвоить, да, он использует свои минералы, вымывает, чтобы вот кислую воду усвоить, вот, или меняет заряд, то есть, тратит свою энергию. А данная вода, она очень хорошо принимается телом, поэтому она полезна. Эти приборы, вот, они имеют медицинский сертификат. Данная вода, она помогает при пищеварительных расстройствах, то есть, вот этот сертификат Южной Кореи на данные приборы. Вот, поэтому у людей проходит изжога, то есть, нормализуется пищеварение, обмен веществ ускоряется. Это то, что подтверждено медициной. Ну, вот, да, хочу пару слов сказать на эту тему, чтобы людям понятнее было. Вот изжога, у кого есть, это ясно, что повышенная кислотность, и от этого много проблем, но тут надо менять питание. Но вообще, да, и сода помогает, поэтому пьют соду при изжоге, как потому что она щелочь, и она нейтрализует. Баланс более-менее в приемлемые показатели вводит. Ну, те, кто знают, там свою дозу они понимают, потому что кислотность разная тоже может быть. Ну, а что касается воды водородной, которая щелочная при этом, то да, это тоже выход действительно изжога. Ну, не только это. Это мы по верхам, что называется, прошлись. Здесь глубинно я объяснял в своих старых лекциях про все физико-химические свойства воды, что они означают и почему они важны. Что же касается отрицательного заряда, совершенно верно. То есть, опять-таки, в своих старых лекциях я пояснял. Сейчас напомню, что у нас не только все среды, там практически, как я уже говорил, щелочные, но у нас и отрицательно заряженные, примерно минус 40, 50, 30 и межклеточная жидкость, и так далее. Все процессы происходят при отрицательном ОВП, окислительно-восстановительном потенциале. А пьем воду мы из-под крана, там, из бутылок, неважно откуда, всегда с положительным. Там может быть небольшой положительный заряд, а может быть там плюс 300-400. И это проблема, большая проблема, потому что клетка преобразует все равно. Пока вода пройдет через ЖКТ наш, всосется в кровь и дойдет до каждой клетки, она станет уже отрицательным. Но за счет чего? За счет отрывания других электронов от соседних клеток и тканей, через которые вода прошла. А это означает, что вода такая положительная, с положительным зарядом, она будет работать как свободный радикал, чего мы боимся. И все люди знают, боятся свободных радикалов, поэтому антиоксиданты принимают, натуральные или синтетические, или продукты, богатые, так сказать, витаминами многими, которые являются антиоксидантами, например, витамин С, да, сильный антиоксидант, или селен среди минералов, сильнейший антиоксидант. Ну вот, что я хочу сказать. Вот, потребляя чисто математически, это посчитано, что такую воду, ну, со среднего возраста какого-нибудь, вы десятки лет жизни приобретаете себе в плюс копилку к вашей жизни, сколько бы вы ни прожили, именно потому, что это, так сказать, просто легко посчитать, сколько клеток или погибло бы, а у нас клетки делятся не всю жизнь, не миллионы раз, а всего лишь ограниченное число делений, 50, 60, многие ткани, и не более того. Это только раковые клетки или стволовые со стиметричным типом деления делятся вечно, удваиваются. А, так сказать, все остальные клетки нет, ограничены. Вот сколько клетка проживет, сколько ударов мишени она на себя примет, станет мишенью, и поделится быстрее, скажем, погибшие клетки на уже новые заменятся вот от этого, будет зависеть и срок жизни, и где, в каком органе произойдет то непоправимое перерождение тканей. В конечном счете сейчас люди все умирают от рака практически, ну, кто не умер раньше от инсульта, инфаркта. И вот это вот реальный фактор, который поможет прожить дольше при равных прочих любых. Вот что бы вы ни ели, какой образ жизни бы вы ни вели, но уж если все факторы, вредные воздействия на организм, учитывать и убрать из своей жизни, ну, как можно больше, тем больше можно и дольше здоровее прожить. Что касается, значит, воды, понятно, то есть еще структурирование. Ну что ж, это уже третий плюс, потому что действительно, конечно, любые бутылочки, вот именно стаканчики, вот эти персональные генераторы водорода свободных электронов, как бы хороши они не были, у них только две функции. То есть это молекулярный водород, то есть избыточное его количество в воде, то есть кислород улетучивается, аж два остается на время, там часов на 5-6 от модели за 12, в очень хороших, где все газы выходят через специальные клапаны, там, да, как вот Neopen, например, лучший из персональных генераторов, там по многим и дольше держит, и водорода больше всего, хотя и корейский вот этот на фотографии, вы сейчас видите, тоже хорош, но дело в том, что это только вот эта первая функция, а вторая, это вот отрицательное ОВП, кстати, который зависит от входящей воды, вот у вас из-под крана условно, или из бутылки, куда вы наливаете, или просто ли обратно в осмос, допустим, у вас там плюс 100 милливольт, это одно, а если у вас плюс 300, то конечная вода будет там не минус 300-400, а минус 100-200, ну и это хорошо, а если у вас вода, так сказать, ближе к нулю, заряд там плюс 40-50, то, конечно, вода на выходе после генерации будет там, и может быть даже там 500 милливольт, но это зависит еще от количества минералов, растворенных в воде, так, ну, а вот третьей функции, четвертой, вот то, что мы говорим о структурировании воды, или о щелочной, не щелочной, конечно, это исключено, потому что те приборы, которые работают по принципу мембраны протоннообменной, вот как персональный современный генератор водорода и свободных электронов, они не позволяют менять pH воды, да, то есть вот кислотность или щелочность придавать воде, это невозможно, какая на входе вошла, такая и вышла после генерации, а проточные приборы дают такую возможность, то есть вот эти две функции, кому они важны, у нас было в практике, были такие случаи, когда вот клиент, очень ему было важно, очень важно получать быстро тоже вот щелочную воду, конечно, ну, пожалуй, вот из хороших приборов только этот, о котором мы сейчас говорим, о стационарном проточном приборе, который либо подсоединяется под раковину, устанавливается под мойку, а наверх только кран выходит, маленький такой краник, как вот с осматической водой, либо кому по дизайну так это приятней, да и удобнее нажимать кнопки, не открывая у тумбочки под раковиной дверь, всё-таки это тоже плюс свой, вот устанавливается на столешне раковины, и кран там вот сверху, всё, и вы пользуетесь удобно, и тоже, значит, с таким же эффектом. Вот, да, эти приборы дают свои дополнительные преимущества, по крайней мере, вот тем людям, кому важна щелочная вода, и это действительно, ну, пожалуй, без вариантов, то есть тогда одно, другое, третье, да ещё и структурированная вода. Конечно, есть стационарные, вы знаете, мы их тоже давно продаём, то есть уникальные приборы Аквадок, они, так сказать, выполняют те же функции, но вот там нет единственной щелочной воды функции, нету вообще, потому что всё-таки этот прибор, наверное, он единственный в мире из всех приборов, который просто основан на принципе протонообменных мембран, поэтому как вошло, так и вышло, поэтому щелочной там воды нет, там есть свои плюсы остальные, но вот минус тот, что нету, для кого это минус, конечно, что нет щелочной воды. Так что теперь, полагаю, у вас, дорогие товарищи зрители, есть вот более глубокое понимание, что стоит брать. Если вы, ну, понятно, стеснены в средствах, и хорошо бы понимаете, но нет возможности, довольствуйтесь вполне, это уже огромное дело, иметь персональный генератор водорода свободных электронов, это дело огромное и большое, и я говорю, без щелочной воды можно обойтись, вот, пожалуйста, сода, больше овощей, зелень, чем больше зелени, тем более вы будете больше защелачивать организм, это хорошо, таким образом вернете кислотно-щелочный баланс в порядок, не надо есть мясо, не надо сладкое, по крайней мере многое, и по крайней мере синтетического, и по крайней мере вечером есть, это все решаемо. Конечно, уже водородная вода, это главное, на втором месте стоит ОВП, на третьем там щелочная показатель, щелочности воды, на четвертом структурирование, хотя это вопрос спорный, третье, четвертое место, но это все важно, но главное, конечно, наличие избыточного количества молекулярного водорода, это главный фактор продления жизни, борьбы с болезнями и так далее, это самое главное, еще раз напоминаю, что те центры сверхдолгожителей, один был когда-то в Абхазии, там был у Талышей, это там, ну, Азербайджан территорий был, так сказать, вот где-то на Таймыре там, и в Корее один, и тогда, вот были такие, по свету сейчас уже нет, сейчас долго доживать, когда-то вода, вот все эти, кто исследует, вот эти вот там проект МГУ был, наши МГУшники ездили по миру, смотрели, там столетних людей и более собирали, изучали, давали им одной рукой тест бумажку, там сворачивать на моторику, другой память, я просто в шоке от таких специалистов, но никто не изучал воду, из каких источников они пили, меняли ли они пихевой режим когда-то, переезжали они за одно место, ну, то есть, это десятки, сотни вопросов, которые я бы задал, и они абсолютно логичные и важные, но они не задавали, ну, так вот я вам скажу, в тех местах, где были сверхдолгожители, раньше всегда вода была, хоть немножко, но в отрицательную сторону ОВП, то есть, там минус 50, 70, 20 мВ, а, так сказать, и водорода было где-то около хотя бы 0,8, 1 грамм на литр, то есть, вот 1000 ppm, 800, ну, а поскольку сейчас действует на человека столько факторов внешних, окислительных и канцерогенных, что, безусловно, пить воду-то по-хорошему надо, вот именно что, 1000-15 ppm, чтобы, так сказать, справиться с таким количеством свободных радикалов и канцерогенных, так что это очень важный фактор, да, вы все знаете о том, что вода основа жизни, что это растворитель, что мы состоим там от 80 у молодых до 65 там процентов у стариков глубоких вот из воды, вообще смерть это потеря воды, и чем больше теряем воды мы в организме, тем ближе к смерти, и чтобы сохранить вот эту воду, активную воду, вот именно что она активная должна быть, извините за тавтологию, а вот это и активная вода, вода это не просто некая субстанция, аж 2О и думаете больше ничего, ну, нет, конечно, это вот, давайте так, посмотрите мою лекцию, ссылку оставим, где вот у меня дома много лет назад, там съемочная какая-то телевидение, может, РЕН-ТВ, не знаю, какой канал снимал, я там рассказывал, просто потом лень был, я уже более так подробно нигде не говорил, о всех физико-химических свойствах воды, например, коэффициент поверхностного натяжения и прочее, вот посмотрите, и хотя бы главных из них надо соблюсти, вот эти вот, ну, два, это просто вот жизненно необходимо, ну, а так по-хорошему 3, 4, 5, еще, то есть всего 5 основных, ну, вот это вот залог, один из залогов здоровья и долголетия, конечно, ну, что ж, Наталья, есть что-то еще вам добавить? В общем-то, все, то есть это как формат для тех, кто хочет иметь у себя дома такой вот источник жизни, энергии, да, на постоянной основе, то есть это вот такой вариант. Тогда я добавлю, значит, дорогие друзья, по установке, вот не надо беспокоиться, тоже вопрос часто задают, это примитивно просто, то есть, ну, вот вызываете сантехника, когда что-то у вас там, если вы сам умеете там кто-то вот, ну, тогда вопросов нет, это там 10 минут 20 установить, вот грубо говоря, там на кухне под раковиной подходят два крана, горячий, холодной воды, холодный, там, где от трубы, через муфту, фитинг стоит, и краник, закрывающий подачу, да, на кран холодной воды, ставится трыничок с выходом на 3,16, то есть, вот на тонкий, туда трубочка, идущая в комплект, вставляется на таком зажиме, который элементарно, ну, там не нужно ни гаечные ключи, ничего, но только, чтобы, конечно, фитинг открутить, опять заизолировать, это нужен гаечный ключ, и все, и, так сказать, просверливается либо в столешню дырочка, чтобы выход воды, и, соответственно, прибор, который модель устанавливается на столешню, то есть, видимо, а если она под дыраковиной, сверлится дырочка только вот, чтобы вот эту воду уже с нужными свойствами через краник вывести, то есть, ставится еще дополнительный, красивый из нержавейки, ну, можете купить специальный из бронзы, если у вас все в стиле, там, краник обычный, маленький, тонкий, вот и все, то есть, это работа там, ну, пусть на 20-30 минут, либо человеку, кто вообще обладает сантехническими навыками, ну, или профессиональный сантехник это сделает, это то же самое, как обратный осмос установить, понимаете, вот вообще один в один, поэтому трудностей здесь нет, тем более инструкция подробная, тем более есть служба поддержки, если что, вот вы у нас приобретаете, да, напомню, не сказали до сих пор, как всегда, вот на нашем сайте надгард.ру вы можете приобрести данный прибор и другой, вот эти несколько моделей, выбор есть, значит, это лучшие приборы в мире, я говорю, один из них, Аквадок, который вот без ощелачивания воды, другой, корейский прибор, который имеет функции, причем их много там, по градации, более щелочное, менее, там можете настроить под себя, и уже по своим ощущениям, по состоянию оптимальную получать воду. Так вот, мы отсылаем любые города России, страны мира, но в страны мира тут такой нюанс, если у вас, в вашей стране, узнаете просто, почта России работает, не заблокировали ее еще, те, кто так ненавидят Россию и русских, правительства тех или иных стран, вот, например, в Дании, сволочи, заблокировали, в Австралии, гаденыши, в Новой Зеландии, почта России уже не работает. Ну и это обходят, они же хитрые, но мы-то хитрее с вами. Например, сегодня, в момент записи данной, 5 сентября, клиентка одна из Новой Зеландии написала, Юрий Андреевич, прям, я рада, благодарю, сегодня получила посылку. Раньше там шла 3-4 месяца, а теперь-то нельзя, из-за того, что почты России нет. А как мы с ней сделали? А у нее просто знакомые в Казахстане, мы отсылаем в Казахстан, а они посылают Новой Зеландию, и все, то есть можно их натянуть, так сказать, этих подонков. Вот, поэтому вы за это не волнуйтесь, эти хитрости найдутся, и, как говорится, сами знаете, что на любое это. Поэтому, вот, значит, и это обходится. А теперь другое боялка людей. Значит, некоторые боятся, что, значит, оплатить. Как же оплатить? Платежные системы закрыты, заблокированы в Россию. Никаких проблем. Как говорится, мир не без добрых людей. Есть у нас люди и в Европе. Вы просто, вы оформляете заказ, короче, ни о чем не думаете. Все уже давно за вас продумано. Не надо переживать. Вам потом просто свяжутся с вами менеджер наш, и, значит, объяснит, куда платить. Вы оплачиваете в какую-нибудь европейскую страну, нашему человеку, ну, под нашу ответственность, понятно. А мы вам высылаем все, так сказать, в этот же день подтверждение вам посылаем. мол, получили, и теперь вот наш долг, наша часть обязанности но поскольку в вашей стране почта России работает, а это Германия, Испания, Италия, там США, там даже Канад, без проблем. Ну, Израиль каждый день отсылаем, там, я уж не говорю про страны СНГ, это понятно, не спрашивайте такие глупости, даже Казахстан, там Армения, какая разница, везде отсылаем, это само собой. Так что проблем здесь нет. Просто узнайте, есть ли в вашей стране, если нет почты России, ну да, вот узнайте, есть ли у вас родственники, знакомые где-нибудь в Казахстане, Белоруссии, оттуда посылки идут, идут, ну, никаких проблем. В общем, исчерпывающе я это объяснил, в любом случае, на нашем сайте надгар.ру есть такой раздел, в горизонтальной строке называется доставка и оплата. Вот условия там посмотрите, вот собственно и все. Если у вас нет персонального генератора водорода, свободных электронов, обязательно берите, посмотрите, это в любом случае, понимаете, даже те люди, кто имеет вот проточный прибор, у всех есть обязательно стаканчики, ну, во-первых, вы куда-нибудь едете, вы там, не знаю, в гости, в командировку, ну, не везде, ну, куда вы повезете с собой, хотя были такие люди, но это абсурд, везти этот огромный прибор, настенный, там, напольный, вот, поэтому персональный генератор нужный, одно другое не отменяет. Ну, и, значит, вот, пожалуйста, приобретайте, высылаем. А у кого есть, и кто-то сочтет нужным, что действительно, вот я, либо там буду пользоваться, ну, нужен мне быстро, чтобы была семья большая, неудобно ждать долго, вон, по полчаса, это, значит, сколько это в день, даже час получается, если человек пьет раз пять, шесть, семь, восемь, а еще и члены его семитка, это сколько времени надо на генерацию. Да, это в этом смысле имеет большой смысл взять такой прибор, у кого возможности, конечно, есть, это понятно, но у кого нет более чем достаточной персонального генератора. Ну, поэтому он и называется персональный, что в идеале рассчитано на что? Что у каждого, как бы, члена семьи, либо хотя бы на двоих такой прибор. Понимаете, если семья там, пять, шесть, семь человек, то все-таки проточный, конечно, нужен, либо там три, четыре прибора персонального генератора. Все, полагаю, информации более чем достаточно, если какие-то вопросы, пишите под видео, и тогда мы на них будем отвечать. Ну, пожалуй, все тогда, да? Да. Наталья, благодарю вас за вот эту, значит, тему, и что озвучили, ну, и вот обоюдно, надеюсь, мы ее более широко раскрыли, и теперь люди просто выберут те, кто вот, перед собой этот вопрос ставят, либо вот уже теперь поставят после просмотра данного видео. Один момент, дорогие товарищи, небольшая реклама от меня, но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают, как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих, на индивидуальные консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением, это то, на что у меня так и не дошли руки, и, видимо, уже не дойдут, из-за колоссальной моей загруженности, и потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил, сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взяты из моих курсов и программ, часть из методик биохимика и врача Марвы Горшакова-Наганян, часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса, у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть про эти посылки и надеюсь, что вы не пожалеете. Всего хорошего тогда! Спасибо, до свидания!